Крестный путь Но это не пугает людей. В желании вознести молитву за мир в Украине, каждый день в колонии крестоходцев присоединяются новые участники. В Харькове число паломников, по данным организаторов, дошло до 7 тысяч. С помощью полицейских, которые регулировали движение на дорогах города, крестоходцы преодолели путь в 13 километров всего за полтора часа. Хотя средняя скорость крестного хода приблизительно 5-6 километров в час. Но темп в больших городах нужно держать достаточно уверенный, чтобы не парализовать надолго движение транспорта. На улицах Харькова крестоходцев уже ждали местные жители, которые также решили присоединиться к колонии и пройти по городу до Благовещенского кафедрального собора на вечернюю молитву. По окончанию службы паломников ждал ужин в Свято-Покровском мужском монастыре, где ими предстоит провести эту ночь. Долго не растягивая трапезу, ведь все они очень устали в пути, крестоходцы начинают приготовление ко сну. Вот она, протертая до дыр обувь. В крестном ходу. Это чешки, это чешки. Да. Ну так протерлись, пока дошли до Харькова, протерли. Охрипшие от песнопений голоса. Хорошо поется с Иисусовой молитвой, но, конечно, петь трудновато, чтобы так слаженно, потому что чем больше людей присутствует, значит, в ходе, тем труднее их как бы вот сплотить, чтобы пели, ну как, хотя бы, ну как, первая часть и вторая часть, ну как-то слаженно, хочется вот красиво. И построить тоже трудновато. Говорю, вот давайте, мы же за Богородицей идем. Как братья в Сятогорской лавре идут, четко, стройненько, не все так же шкучие. То есть как-то вот уважение к Богородице, там его, ну как, мы же для нее все-таки стараемся. И со стороны же хорошо, ну как, ну, посмотреть, как красиво, стройно идут, слаженно, стройненько поют. Они, кто в лес, кто по дрова. И вот это я голос сорвала. Но есть и такие, кто устраивает ночлег прямо во дворе монастыря, в палатках. Почему с палаткой, почему не в общей комнате? Просто. Просто? Да, просто. Хочется свежего воздуха. Я поняла. Сами палатку несете? Не тяжело? Нет, нам помогает, скажем так. Мы несем сами, нам помогает. Спасибо большое. На следующий день утром снова богослужение в Благовещенском соборе. Ни во дворе, ни в самом соборе не протолкнуться. Здесь люди с самого утра занимают очередь, чтобы иметь возможность приложиться к иконам. После окончания литургии завтрак и снова в путь. Продолжение следует.